Салем Семей 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 В частности, допустим, отделы полиции, прокуратура, юстиция, суды по гражданским уголовным делам. Это всегда востребованы наши выпускники. И в виде справки по 2018 году состав сотрудников городского отдела полиции составлял уже 80% выпускников КАЗГУ не только, допустим, по специальности правоохранительной деятельности, но и по специальности юриспруденция. В том числе, и не обязательно в данном случае, что сложился такой стереотип идти в органы, в полицию, в прокуратуру. То есть, это еще и когда поступают с абитуриентами на первый курс, у них сразу же прокурором хочу быть, судьбой. Но вначале же нужно пройти, как говорится, все азы обрести и в дальнейшем, как говорится, реализовать те полученные теоретические навыки уже в практической деятельности. А потом уже, пожалуйста, как говорится, на конкурсной основе по ротации кадров, как говорится, они занимают свое место. Я вспоминаю, опять же, наш эфир, по-моему, года два или три назад, когда я задал вопрос о том, что юриспруденция и экономика являются самыми востребованными специальностями и рынок труда переполнен. На что мне, Жан Кеннезович, ответил, юристов, конечно, много, но хороших юристов, таких, каких выпускаем мы, нужно поискать. Ну и я думаю, что это действительно так, потому что приходили к нам с органов прокуратуры, с правоохранительных органов, именно выпускники факультета юриспруденции, которые прекрасно работают, прекрасно себя показали и зарекомендовали уже на новых своих профессиях. Это здорово, на самом деле. Александр Даран Константин. Мухтар Бахтыбегу, в Зан факультетнойовой фабрике «Кандай мамандықтар ойнша» Белим берет, «Кандай мамандар» дайырлана, то есть это жайлы бухтыл ахпарат. В этом году, в этом году, 20 лет, мы отдаем. В этом году, в этот году, университет, в большей части, Зан саласы, в этом году, в Университете, Продолжение следует... 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 Это самое, да, куда, в принципе? Прокуратура, адвокатура, судья был, криминал был. То есть широкий спектр юридичный, да? Алкомукин, вот. Жақсы, бізге еферден береген уақты измаресіне жетпқалды, бүгінгі сұхпатымызды кортынды ласа, ката, наларға, талап керлерге, талап керлерге айтар ахл кенестернес барбулса, талап керлерге айтар сангестер. Ну, наверное, опять я начну, что пожелаем. Виде информации для размышления, прежде всего, родителям, старшим, которые будут тоже переживать и болеть, как говорится, за своих выпускников. Сейчас как раз завершатся последние, как говорится, экзамены в средней школе, потом выпускной, потом, как говорится, в ЕНТ пойдет. И напомню, что КАЗГИЮ вошел по специальности правоохранительной деятельности Республиканский учебный методический совет с 2008 года, и он был единственным гражданским вузом, который представлял. И вот за последние 3-4 года туда вошли только, как говорится, можно назвать, такие три вуза. Ну, это представители города Алматы, это Казацкий национальный университет имени Аль-Фараби, потом в Астане КАЗГИЮ имени Нарикбаева и Центральный азиатский университет. И до сих пор, как говорится, КАЗГИЮ занимает там ведущее положение. При этом еще дополнительная информация, ввиду того, что идет реформирование правоохранительной системы, особенно по органам полиции, то наборы в Академии Министерства внутренних дел по городу Алматы, по городу Кустанай и юридический институт в городе Актюбинск они на бакалавриат больше наберять не будут по дневной форме обучения. Там только будет осуществляться переподготовка действующих кадров выпускников из гражданских вузов, на что как раз вот и обратил в своем последнем послании глава государства Ильбасы от 5 октября 2018 года, что данное учебное заведение будет, прежде всего, акцент делаться на выпускников гражданских вузов, куда и КАЗГИЮ относится. И не только единственный вуз, Карагандинская академия, только она будет набирать по специальности правоохранительной деятельности. А в дальнейшем там, как говорится, все будет это заново формировать уже как по новому требованию для цифрового досудебного расследования, судебного производства данных выпускников гражданских вузов. Ну, там уже некоторую другую информацию по поступлению не только, допустим, на правоохранительную деятельность, на юриспруденцию, в том числе мнение выпускников. Это все можно узнать на сайте КАЗГИЮ, где как раз отдельные рубрики есть выпускники о КАЗГИЮ, то есть карьерный рост, в том числе по специальностям, по кафедрам. При этом наш факультет представляет, как говорится, три кафедры гражданских правовых дисциплин, государственных правовых дисциплин и уголовно-правовых дисциплин. И уже более десяти лет успешно это все руководил факультетом Уранхаева Гульмира Тельмана, то есть наш декан, как говорится, доктор наук, и в том числе известный в научных кругах, как говорится, в деловых кругах, и в том числе она неоднократно активно участвовала в Республиканском учебном и методическом совете, не только по практиктной деятельности, но и по специальности республиканца. Ну, в том числе там, как говорится, прежде всего тут выбор, не только, допустим, за данным абитуриентом, но и за близкими лицами. Ну да, надеемся, что сделаете правильный выбор. Спасибо. 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 В 11. Мақсаты стажирбетін өтудің. Бұл студенттердің теориалық алған білімдерін тәжірбеу мен жалғастыру, яғни білімдерін нақтылай түседі. Екіншеден сол мамандыққа деген қызылушылыға арта түседі. Соған байланысты бізде бағдарлама бойынша, на ол жаға сайад бейл жекесе оторындаушы біздің төрбек тас болатып үшіндің өтіп, жоғарғы бағыға еб олды. О жерден жәмін ездеме келді, барлық жұмысларын өткізді. Соған байланысты біздің кішкене, алған әсер мен бөлседіп айтып отырым. Бұл жаға сайадтым өзінің тәжірбеу мен жаға. Әрқашын теория мен практика тәжірбе қатар жүргі өрікті байтып жатамыз ес, сонда ғана білікті, білімді, маман бұл қалыптасу мүмкіндік бар. Солай бай, қалай өтті тәжірбеңіз? Ең бірші мен осы жеке соты орындаушы туралы айтағы кеткінгілет. Бұл жеке соты орындаушы деген мұз вакулетті орғын берілген лицензия негізінде атқарушылық үш құжаттарды жүреге асыру барысында өзіндік практика мен айналысатының Қазыстан Республикасын азаматы болып таулады. Бұл айтшы айтқанда сотының шешімдерін ең басты мақсатты орында болып таулады. Біз осы жеке сот орындаушысынан өті кезеңінде әрттүрлі тапсырмаларды орындап, қабарламаны жазуды, оларды қалай таратуды, аресқа қалай алу керек. Осы теориялық бақытты алған білімімізді практикалық түрде шындадықты болеймін. Осы алдағы бір жүгір студенттерінің жеке сот орындаушысынан өтуге кеңес беремін. Себебі практика жағынан бұл күсілер өте жақсы білікті мамандар, өте жақсы дайындайды. Енді тәжірбейдіңізде жақсы нәтиже көрсету, жетістікке жету арене алған білімінізге түкелей байланыстығы. Нұлтқан енді жаңағана талап қайратуы айтып жатыр. Жуғар баға ауды, мүнездеме, бірді еді бе стәжірбейдің өткенде жалпы осыны жуғар бағаға ель болу үшін казах инновациял кумаңыз соңыздайға алған біліміңіз түкелей асерін тегізді, бірі келді жақсы енді жақсы ді жақсы дайындайып, бігаңыз? Конечно, конечно. Я согласна с вами, что преподавательский, профессорский состав – это один из, наверное, важных элементов получения хороших знаний. Ну, каков, говорит, поп, таков и приход. У нас очень солидный такой состав преподавателей. Наверное, единственный доктор наук во всего регионе юридических наук Матаева Майгуль Хафизин, например, работает на нашей кафедре. Заведуя, например, у нас кафедрой Майшекина Эльдана Саветовна. Она доктор PHD. Тоже она, между прочим, одна из первых защищала, когда вводили только в Казахстане эту систему PHD. Болонскую. Вот нынешние руководители, скажем, они получили хорошие базовые знания в ведущих вузах в свое время. И еще один момент, на котором я хотела бы остановиться, это то, что у нас студенты, закончившие, получившие степень бакалавриата, могут поступить в магистратуру и докторантуру. Насколько не выезжая, так скажем, из города, не выходя из стен вуза, можно продолжить все. То есть это то, что мы получили лицензии на ведение такой деятельности, это как раз говорит о квалификации нашего преподавательского состава. Поскольку я знаю, магистратура практически по всем специальностям юридического факультета есть, да? Вот с докторантурой нет, там какие-то несколько только, да, по-моему? Ну, докторантура по направлениям наших кафедр есть, конечно, и причем я хочу сказать, что значительное число наших преподавателей поступило еще на гранты. Это очень такой... То есть еще преподаватели продолжают учиться? Да, конечно. Преподаватель всю жизнь должен учиться. Я 38 лет, 39 лет уже преподаю, и если хочешь соответствовать требованиям времени, ты всю жизнь учишься. Моим вопрос. Помимо учебы, есть чем заняться в вузе студентам? Конечно. Я постоянный член кружка юный цивилист на кафедре гражданской правовой дисциплины. Цивилист. Что СИЕ значит? Цивилист – это специалист по гражданскому праву. Ага, по гражданскому праву. Это разводы, дележка имущества, крыша пробежала. Это договора. Договоры. Договоры. Мы встречаемся с гражданскоправовыми отношениями каждый день. Буквально выкупили хлеб – это сделка. Это договор розничной купли-продажи. Я так серьезно не думал никогда. Но меня можно засудить за это, да, соответственно? Вот. Допустим, вы пользуетесь водой, светом. Это гражданские отношения. Да, это договор о энергоснабжении. Так, ну давай немножко вот… Я знаю, что у вас есть макет суда, такое здание, да, где вы проводите судебные процессы. Это делается как вообще? То есть какой-то кружок есть вне классный или это все как дополнительные занятия? Мы используемся именно постоянно, даже во время лекций, семинаров, просто практически каждый день. Студенты очень его любят. Мы просто с удовольствием там занимаемся. Это кабинет внутри нашего корпуса. И там происходят даже показательные какие-то судебные мероприятия. А в прошлом году мы подписывали в нем меморандум с нашим семейским городским судом. И открывал уже обновленный, с новым ремонтом этот кабинет, председатель городского суда Илья Шаганович. А вообще связь поддерживаете с действующими судьями, с действующими сотрудниками правоохранительных органов? Приходят ли они к вам читать лекции или может быть просто ознакомительные какие-то экскурсии проводить? Да, приходят. Вот на прошлой неделе в пятницу нас пригласили, ну сказали пожелания, кто хочет. И буквально вся аудитория была забита и было даже некуда сесть. Очень интересно. Были представители семейского городского суда. Можно два слова добавить? Вот связь вы сказали с органами правоохранителями. Ну с вашими, где проходит практику, ребята я имею в виду. Не только на этом уровне. На уровне даже формирования учебных программ мы даем свои программы на внешнюю рецензию как раз. Либо они могут сами включаться в работу обсуждений наших рабочих программ, силабусов. Это, я так понимаю, процесс постоянный, потому что то место, где будут работать ваши выпускники, оно тоже не консервативно. Оно меняется, и их требования они передают вам. Да, обязательно учитывается при составлении всех учебных программ и практик. Да, учитывается при составлении всех учебных программ и учебных программ и учебных программ и учебных программ. Да, учитывается при составлении учебных программ. Продолжение следует... 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 Абитуриентов в нашу веселую студенческую жизнь, в нашу университет вы не пожалеете о том, что поступили. Медакадемия, она все-таки медицинский институт, она специализирована. Там воин врачи, а здесь специальности больше выбор. Да, по-моему, шесть специальностей у вас. Спасибо огромное. Дачу успехов. Спасибо. Доброе утро, друзья. Мы приветствуем всех тех, кто смотрел нас в течение первого часа. И тех, кто присоединился к нам только что, включив свои телевизоры на канале Семей. Напомню, мы сегодня говорим о том, о выборе профессии, о выборе вуза. И сегодня мы общаемся с представителями Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Конкретно юридический факультет у нас сегодня в гостях. Так что, если вы не посмотрели первый час по какой-то причине, то у вас есть возможность задать какие-то вопросы, интересующие вас во втором часе. Потому что у нас также сейчас будут гости, которые будут представлять этот вуз. Ну а прежде чем мы начнем, коротко о погоде. Прогноз погоды на 13 июня. В Короле переменная облачность. Днем плюс 19, ночью плюс 13. В Ахсуате пасмурно днем синоптики прогнозируют плюс 23, ночью плюс 15. В Аягузе малооблачно днем температура воздуха плюс 20, ночью 11 градусов выше нуля. В Курчатве малооблачно днем плюс 27, ночью плюс 17. В Исковеногорске ясно днем синоптики обещают плюс 24, ночью плюс 13 градусов. В Семее переменная облачность днем плюс 27, ночью 16 градусов выше нуля. Ну что ж, друзья, представляем наших гостей. Итак, у нас сегодня в гостях преподаватель кафедры государственных правовых дисциплин, магистр юридических наук Елена Владимировна Душечкина и студент третьего курса специальности правоохранительной деятельности Нуржан Булатбеков, а также студентка первого курса специальности юриспруденция Болжан Муканова. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отлично. Замечательно. Елена Владимировна, первый вопрос вам. Что собой представляет юридический факультет, кафедра ваша непосредственно, достаточно ли оснащены, много ли профессоров остепененных, и что ждет студентов, которые решат выбрать специальности вашего факультета? Спасибо большое. Ну, хотелось бы сказать, что для начала, что каждый поступающий хочет выбрать... Ту профессию? Да, ту профессию, в которой он найдет быстро себе работу. И диплом соответствующего университета играет немаловажную роль, так как это визитная карточка при начале своей карьеры. Давайте так, в беседе до нашего эфира вы сказали, что вы сами заканчивали, собственно говоря, этот самый вуз. Расскажите о том, что изменилось с тех пор, когда учились вы и через несколько лет, когда вы теперь уже, будучи магистром, пришли работать непосредственно преподавательской деятельностью, заниматься. Какие-то новшества? Да, конечно. У нас был открыт зал судебных заседаний. Мы раньше проводили судебные процессы по гражданским, уголовным и административным делам. Но сейчас у нас есть на втором этаже... Судили друг друга, в смысле, да? Нет, у нас, получается, ставится процесс судебный, туда приглашаются ведущие специалисты, то есть судьи, прокуроры. А, ну реальные, да? Да, адвокаты, которые оценивают студентов, и непосредственно, когда идет подготовка к этому процессу, они помогают, допустим, прокурору писать обвинительное заключение, адвокату писать слова в прениях. Я считаю, это очень немаловажно, так идет тесный контакт с будущими работодателями. То есть они уже под себя куют свои рабочие кадры. У нас на втором этаже открылся вот зал судебных заседаний. Также у нас имеется судебно-криминалистическая лаборатория, где есть фотоаппаратура, видеоаппаратура. А есть этот порошок? Да, конечно. В лаборатории судебной экспертизы она, конечно же, у нас тоже имеется. Ну, в учебном процессе, конечно, он не стоит на месте. У нас появляются различные ноу-хау. Студенты у нас участвуют, активно участвуют в жизни университета. А вот занимаются ли студенты, может быть, вопрос, наверное, к ним, в научной деятельности. Есть ли возможность заняться, там, не знаю, писать какие-то доклады, участвовать в каких-то олимпиадах, может быть, в каких-то конференциях международного уровня? Да, конечно, есть. Я участвовал в научных конференциях, так, вот недавно начал писать и разрабатывать актуальную тему насчет блокировки интернета. Как вы знаете, вот у нас в предыдущие дни блокирует интернет. Есть интернет или только какие-то конкретные каналы? Ну, допустим, YouTube, Instagram. Для молодежи это потребность. Это, да, это страшно. Да, и вот насчет этого я пишу сейчас актуальную тему. Ну, то есть ты рассматриваешь ее с точки зрения закона? Да. А есть какие-то законы, касаемые интернета вообще? Закон о связи, доступ к связи. ЦТ-6. Каждый гражданин имеет право на... Ну, как бы... Зачем я спросил? Я говорю с юристом, который в будущем. Ну, то есть это все на законодательном уровне, да? Помогает кто в работе тебе? То есть это же, ну, не сам ты, да, наверняка? Да, конечно, помогает. Моя кафедра, моя кафедра уголовно право и дисциплин, преподаватели помогают, предоставляют мне материалы, ну, и сам вот интернет, который я... Который блокирует. Который блокирует. Который блокирует, да? Замечательно. То есть научная деятельность есть, да? Да. Болжан, с биржи курс. Биржи курс. Биржи курс. Обратите внимание, когда ты писал, детальше с ним в обществом privacy, это просто какое-то воздействие. До скорой жизни есть ли вы... Если вам привлечь в области представлены различные рынки, 여러 разочаренные страны, то есть мы будем знать об этом в Казах Инновационном Университете. Если знаете, что в Чараке инновационном обществе, И мы с ним говорили же, что помогаем им, предоставляем материалы, чтобы они просвещали народ, их правовую грамотность. Также у нас проводятся разные мероприятия. Мероприятия какого? Внеклассные какие-то, я так понимаю? Да, у нас, допустим, посвящение студентов, первого курса организовывают студенты более старших курсов, то есть принимают активное участие. Слушайте, а есть какая-то приемственность поколений? Ну вот, допустим, выпускники вуза прошлых лет приезжают, занимающие какие-то высокие посты, делятся опытом, рассказывают о работе. У нас проводятся конференции с участниками непосредственно судебной системы, органов прокуратуры. Конечно, проводятся конференции для студентов младших курсов, четвертого курса. Я знаю, действует ассоциация выпускников, да? Ладно, пару слов. Мне хочется, чтобы вы рассказали о вне научной деятельности, о студенческой жизни. То есть чем можно заинтересовать студента? Какие-то конкурсы, какие-то интересные деятельности, какая-то интересная проводится ли помимо учебы? Вот чем занимаетесь? В жизни? Ну, почему в жизни? В стенах вуза. У нас есть КВН, есть команда КВН. И, в принципе, ведут спортивные какие-то достижения, спортивная жизнь в вузе. Там тоже участвует наш студент. Давайте студентам Нужану и Болжану вопрос. Кем себя видите в будущем? То есть вот, Нужан, ты в следующем году выпускной курс ты заканчиваешь по специальности правоохранительная деятельность, да? То есть это, ну, я вижу, что это что-то связанное с органами полиции, да? Ты куда можешь поступить с дипломом КАЗГИО? Ну, я еще это планирую до сих пор. Ну, каждый день меняется мой взгляд к политике. И вот, как я закончил, хочу в армию. После армии... А военные кафедры ты имеешь? Не, имеется военные кафедры. Имеется, но я где-то не поступил. Потому что я привержен с того, что армия это делает... А, то есть ты хочешь пойти непосредственно в армию? Да, в армию, да. С низов, как суворов начать. Хорошо. Дальше пойти в Пагран, оттуда в КМБ. Замечательно, карьерный рост такой интересный, распланированный. Балжан, ты кем себя видишь? Брюшкин, у Сулхорна. Там, да, в Салану, 40-х, мне нравится. Был, Жахта, Брюшкин, Аман, где метариус, Канаде, Патрубус. Жахты. Кубра, Ахмед, с Сергеем, бувин студиом Закильген Дерненский. Спасибо большое, что пришли. И есть возможность обратиться к телезрителям. Как я говорю всем нашим гостям, сейчас смотрят, по большей части это абитуриенты будущие, их родители. Пожелать что-нибудь, пригласить, посоветовать. Елена Владимировна, вам слово. Хотелось бы пожелать всем абитуриентам удачи, удачи в предстоящих экзаменах. И хотелось бы сказать, что при выборе вуза все должны относиться с кропотливостью. Чтобы все... Я так понимаю, любая информация есть на сайте. Да, конечно. Можно зайти и подробненько все там посмотреть. Да, конечно, и все есть на сайте. Спасибо. Ну, Жан, Болжан. Так, я желаю всем, за которые поступают. И выбрали уже вуз. Терпение, спокойствие. Чтобы они продолжали свой путь, который уже начали. И чтобы не сдавались. Не сдавались, да? Да, не сдавались. Спасибо. Спасибо вам огромное. Удачи, успехов. Сейчас экзамены уже прошли, насколько я знаю, да, студентов. Но, тем не менее, работа у преподавателей продолжается. Сейчас приемная комиссия начнется вам. Удачи, успехов побольше интересных студентов, абитуриентов. Да, друзья, к нашей беседе присоединились преподаватели, старшие преподаватели. Ну, давайте по очереди всех. Прежде всего, Аскербек Ирканулой Исмагулов, это старший преподаватель кафедры гражданских правовых дисциплин, магистр юриспруденции. Роман Курматулаевич Тимиргазин, старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин, магистр юридических наук, практически без пяти минут с PHD, доктор. И студент второго курса факультета специальности юриспруденции Самуэл Тимирханов. Доброе утро. Здравствуйте. Как настроение? Отлично, отлично. Замечательно. Давайте мы начнем. Мы уже побеседовали в течение полутора часов с гостями, с представителями Казахского гуманитарно-юридического национального университета. Разные специальности, разные направления. Но как-то вот не совсем, может быть, где-то упустили немножко, может быть, как раз-таки вам выпала честь рассказать о практике. То есть, где проходят практику, с кем договоренности есть у ВУЗа, тем более юридический факультет, юридические специальности, это огромный такой пласт, да, огромный выбор. И вот как заключаются договоры? Существуют ли какие-то соглашения с силовыми структурами, с государственными учреждениями? Да, в принципе, у нас этот вопрос достаточно эффективно уже проработан. Ну, по крайней мере, вот сколько я уже проработал, у нас постоянно студенты отправляются на практику, в том числе правоохранительные органы. Ну, естественно, их специальность, она связана. И в большинстве случаев, когда студент приходит на юридический факультет, в том числе у нас еще есть специальность правоохранительная деятельность, он уже осознанно делает свой выбор именно в сторону правоохранительных органов. Поэтому, как бы, это неотъемлемая часть, и в данном случае она все время варьировалась. То есть, допустим, если еще несколько лет назад был только четвертый курс и второй курс, да, там ознакомительная и производственная практика, то сейчас непосредственно максимально пытаются привести к тому, чтобы теоретическая база, да, тесно переплеталась в практическое. И в данном случае сейчас студенты после каждого курса, даже после первого, после второго, после третьего, они идут двухнедельные курсы, да, практики, там в том числе ознакомительные, где-то уже более углубленные. И в конце у них на четвертом курсе, там двухмесячная практика, это полностью на себя берет этот целый семестр. И в данном случае, как раз-таки, там они проходят как производственную практику, и в дальнейшем они еще проходят там параллельно преддипломную. Стажировку, да? Да, то есть уже они по своей диссертации, ой, извиняюсь, по своей дипломной работе, они уже какие-то моменты прорабатывают, в данном случае ознакомливаются с теми или иными положениями работы, вот. И в данном случае, конечно, у нас уже с нашим вузом обязательно заключены в том числе меморандумы, договора с базами практик. Это практически все правоохранительные органы, суды, судебная система обязательно, да. В том числе прокуратура, ну вот суды как уголовные, так и гражданские, прокуратура, органы управления полицией, то есть отделы полиции. Также это у нас вот заключенный меморандум с исправительными учреждениями, в данном случае мы сейчас, ну, немножко поменялись, но чтобы было понятно, исправительные учреждения, в том числе, ну, в ходе даже процесса обучения мы стараемся максимально, да, приблизить, то есть это и приглашение сотрудников в практику, в процессе обучения теоретического материала, приходят своими лекциями, какие-то моменты, все равно, видите, у нас законодательство теоретическое, да, и применение его на практике, оно где-то разнится. Роман, ну, такой вопрос я вас перебью. Я так понимаю, если вы настолько тесно сотрудничаете с теми структурами, которые потом берут на работу ваших выпускников, то, соответственно, и трудоустройство будет непосредственно увеличено, потому что они готовят их под себя уже. Насколько гибко вот эта система? То есть если что-то меняется в структуре внутренних органов, да, что-то меняется в структуре прокуратуры, они вам тут же дают знать, что вот у нас теперь вот так, и, пожалуйста, делайте так и у себя, потому что иначе ваши специалисты нам не подойдут. Я так понимаю, да? Да, согласен. Вот этот вопрос, мы все время пытаемся его, и это и с помощью круглых столов, которые проходят, да, вот собирается с работодателями, то есть круглые столы, конференции, вот как раз-таки направлено на то, чтобы сузить вот этот момент, чтобы студент легко вошел, да, в процесс практики. Ну, не всегда у нас это получается, будем откровенными, но на данный момент это с каждым годом все усовершенствуется, то есть активные работодатели идут. Видите, все-таки правоохранительная структура, система, вернее, она подразумевает того, что это нужно пройти долгий путь, это и пройти, да, государственные тесты, да, на сдачу, как раз-таки это нужно в данном случае аттестоваться, пройти медкомиссию и так далее. То есть это не как обычные, да, юристы, которые пришли, допустим, в компании, прошли собеседование, их приняли на работу. Здесь долгий, кропотливый путь, но мы стараемся, чтобы уже сотрудники в ходе практики их заметили, и тогда уже дают представление на то, чтобы как раз-таки их могли принять, и они уже способны осуществлять непосредственно вот деятельность правоохранительных органов. Спасибо. 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 В koyn ghay ta v ryting, w enjoy nорош. И we all the world in Hungary tab. Итак, на сегодняшем году в курс do open-up High School. Мы занимаемся BSKW. Мы любимец bead Yephiyyuk- spring-up High School. Мы умеется за нейiz Witcher capsize. А у меня к студенту вопрос. Самоил de Dragonsham, вот когда ты выбирал вуз, куда тебе поступить специальность, почему ты обратил внимание именно на КА constitu? Ну, я в первую очередь обратил внимание на КАЗГЮ, потому что в нашем городе это университет, который наиболее продвинут в плане науки юриспруденции. Мне много знакомых его посоветовали, особенно в том плане, что он развивает как искусство ораторства, так и в общем знание закона, оно может пригодиться абсолютно во всех сферах жизни, как в бизнесе, так и на любой работе, где нужно будет трудоустроиться. А ты практику уже проходил? Да. Где? В Центральном отделе полиции. А как тебя приняли там? Мне очень понравилось, если честно, как меня там приняли, потому что когда мы туда пришли подавать документы, нас сразу же встретили, как будто нас уже знали в течение года, потому что у них уже хорошие связи с университетом, и они с радостью принимают туда студентов. И тут же направили по различным местам, по опорным пунктам кого-то, кого-то в управление полицией, в прокуратуру отправили и их очень хорошо распределили. Самуил, кем ты видишь себя в будущем? Вот ты закончил вуз, твои планы, что ты будешь делать, куда ты планируешь продолжить заниматься наукой, или все-таки ты полевой работник? Ну, мне все-таки по душе больше бизнес, и мне очень нравится, что в университете есть большой уклон на то, что развивается гражданское право, именно подается хорошо студентам, и когда начинаешь обучение, ты очень хорошо себя видишь в будущем. Не только как юрист, направленный по своей специальности, можешь себя видеть и в обширном плавании, в виде бизнеса. Также во время практики понял, насколько романтично может быть служба в органах, и на самом деле это интересная работа тоже. Здорово. Спасибо, Роман. Ну, в завершении нашей беседы еще несколько вопросов касаемо продолжения обучения. Я, насколько знаю, есть и магистратура по специальности на факультете, ну и вот вы сейчас практически уже предзащита, защита сейчас вас ждет PHD. Насколько это возможно для студентов? Открыта ли дорога вот в науку? Ну, это, конечно, естественно, от знания. Обычно вот, когда мы сидим где-то на конференциях или, ну, другие коллеги все время меня стоят как определенный пример, потому что я изначально поступил в данный ВУЗ как бакалавр, окончил бакалавр и юриспруденция, затем магистратуру. Вы сами выпускник этого ВУЗа? Да, по сути, я прошел все эти ступени, я говорю, ничего невозможного нет, то есть это реально, где-то приложить старания, если это тебе нравится, я вообще считаю, если когда нравится, оно само легко пойдет и в плане обучения, и где-то в процессах дальнейшего приобретения этого опыта. Роман, ну, вы когда заканчивали, у вас планы были преподавать или вы хотели видеть себя кем-то другим? Ну, знаете, у меня еще с класса вообще сложилась такая как раз-таки, ну, это даже не традиция, а вот именно такое направление, которое я выбрал еще с класса, наверное, 10-го, 11-го. Я тогда уже определил, где я хочу учиться, я сделал вырезку, реально, вот, рассказывали нашего ВУЗа, ну, в целях того, что я один раз зашел в это здание, как бы, именно юриспруденция, вот эти стены, то есть этот исторический, как бы, вид. Дух, да, дух юриспруденция, чувство, да, это студенчество, то есть если у меня там родители планировали там отправить меня куда-то в другой город, чтобы там повысить, ну, было легко переубедить в плане того, что этот ВУЗ единственный у нас в Восточном Казахстане, то есть практически, который так углублено юриспруденцию, да, и в том числе правоохранительная деятельность и специальность. И в данном случае, как раз-таки, тогда я сделал свой уже осознанный выбор и начал учиться. Ну, естественно, я тоже в ходе учебы думал, да, различные, идти в правоохранительные органы, либо быть в гражданской, но так получилось, что у меня все-таки вот по части уголовно-правых дисциплин и, может быть, любовь некая возникла, что в данном случае как раз-таки к этим дисциплинам именно я больше тянулся. Ну, после окончания я планировал в действительности правоохранительные органы, но вот как раз-таки на данный момент и на тот момент, когда я был студентом, в дальнейшем я поступил на магистратуру. Ну, сейчас он является моим непосредственным начальником в виде заведующего кафедры. Он мне уговорил, что нужно... Наука важная, да. Да, раз уже начал, то есть в целом передать вот багаж зданий, который уже получил в ходе четырех лет обучения на бакалавриате, двух лет на магистратуре, стоит лучше попробовать. Ну, попробовать, а там как? Понравится, нет, да. Органы ждут всегда, да, не страшно. Ну, и вот так ей осталось. Жас, это замечательная история. Да, это замечательная история. Да, это замечательная история. Профессорский учебный 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 Ваши пожелания, обращения, советы будущим вашим абитуриентам, студентам вашим, родителям их абитуриентам. Мы обращаемся к нашим абитуриентам, которые сейчас у них нелегкий выбор, высокая конкуренция, но я готов заветить. Мы максимально, как преподаватели, готовы предложить качественные услуги, в данном случае именно в обучении. И в том числе вуз как раз-таки наш не зацикливается только на форме обучения, это есть и дополнительные, как уже и ранее сказано было, как раз-таки сектора, которые способны развить, и вот как Самуил сказал, дополнительные качества в человеке. И поэтому, ну, все равно я желаю сделать свой выбор и успехов как раз-таки, если не ошибаюсь, сейчас в преддверии ГЕНТЭ, как раз-таки абитуриентам, чтобы не переживали, собрались с мыслями и сдали данный экзамен. Спасибо. В первую очередь хочу пожелать поступающим ребятам, что дерзайте, проявляйте трудолюбие и старания в учебе, и у вас обязательно все получится. Спасибо большое, друзья. У нас сегодня были гости с юридического факультета Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Если есть какие-то вопросы, сайт ВУЗа в открытом доступе, любую интересующую информацию можно узнать там, либо обратиться непосредственно в главный корпус ВУЗа, улица Мангалик-Ель. 11. 11. Там один.